Курить станет вредно не только для здоровья, но и для кошелька. С 1 июня вступил в силу так называемый антитабачный закон, который в частности запрещает курение в ряде общественных мест. Нарушители сначала будут предупреждать, ну а потом и штрафовать. Этот закон давно обсуждался в Госдуме, и вот с 1 июня он вступил в силу. По мнению и парламентариев, и представителей Министерства здравоохранения, подобный запрет заставит россиян отказаться от столь пагубной привычки, которая, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно становится причиной летальных исходов для 6 миллионов человек, более 600 тысяч из которых, не являясь сами курильщиками, смертельно заболевают, вдыхая табачный дым. Вообще, курение стало носить эпидемиологический характер. Треть жителей нашей страны страдает никотиновой зависимостью, причем каждый пятый выкуривает не менее пачки сигарет в день. Борьба с табакокурением стала задачей государственной важности, и потому антитабачный закон оказался закономерным шагом, предпринятым федеральными властями. Проект будет вступать в силу поэтапно. С 1 июня этого года вводится запрет на курение в городском и пригородном транспорте, на вокзалах, в аэропортах, у входа в метро, во всех образовательных учреждениях, от детсадов до вузов, в учреждениях культуры, спорта, в офисах, на стадионах, пляжах, детских площадках, в больницах и социальных учреждениях. Также накладывается ограничение на торговлю сигаретами, их рекламу, спонсорство табачных компаний. Людям, желающим избавиться от зависимости, бесплатно будут в этом помогать врачи. Стоит отметить, что славянцы положительно оценивают введение нового антитабачного закона. Ведь подобные табу пойдут только на пользу людям, и отказ от курения в общественных местах благотворно скажется на здоровье нашей нации. Я думаю по этому поводу, что это идеальный закон, потому что даже и общественные места, и на балконах, если мешают людям. Я считаю, что закон принят верный, потому что мне как матери очень важно, чтобы мой ребенок не смотрел на разных дядечек и тетенек, которые курят, тем самым дети выступают пассивными курильщиками. Поэтому я считаю, что это очень верно, им не будет плохого примера перед глазами. И для этого должны быть, естественно, какие-то отведенные места. Этот закон хорош, я думаю, и для активных курильщиков, и для пассивных, потому что окружающие люди, которые находятся рядом с курильщиками, они тоже страдают. И будет хорошо для самих курильщиков, потому что они не смогут курить в общественных местах. Так как я человек сама не курящий, я очень за этот закон, и поэтому, ну, наверное, то, что и у меня две дочери, и к ним не хотелось бы, чтобы они привыкали к этой вредной привычке, и поэтому, мне кажется, это самый замечательный закон, который может быть. Буду бросать курить, так как у самого растет ребенок маленький, тоже табачный дым, это яд. Люди, бросайте курить!